Сергей Гайдай с нами на связи. Сергей Владимирович, здравствуйте, рад вас приветствовать. Добрый вечер. Ну что ж, говорим о в целом ситуации на фронте и говорим в целом, конечно же, о Донбассе. Потому что, в свою очередь, в наших эфирах и военные эксперты, и спикеры командования восточного направления говорили о том, что на Бахмут, на Донецком направлении, сейчас сброшено максимальное количество российских военных, именно там ведутся активные боевые действия. Непосредственно вы поделитесь, пожалуйста, той информацией, начнем с текущей повестки, кстати, Луганского направления, Донецкого направления, в силу того, что можно озвучивать в прямом эфире, а потом будем обсуждать уже более детально. Пожалуйста. Да, в Луганской области у нас два направления самых тяжелых. В целом идут везде тяжелые бои, но если говорить о том, где максимальная скала, то это Сватовское направление и Кременское направление. Туда брошены максимальные резервы российских оккупационных войск, туда уже подтянули вот этих свежемобилизированных, ну и они успели достаточно прилично позарваться, там окопаться и все заминировать. В принципе, количество обстрелов круглосуточных, оно исчисляется сотнями со стороны российской армии. Ну и десятки попыток, ну это нельзя сказать, что прямо такое большое наступательное какие-то действия, но попытки все-таки найти где-то слабую брешь в обороне вооруженных сил Украины. И вот они постоянно по 20-30 человек, ну в размере где-то взвода, пытаются найти какую-то вот слабую точку, слабое звено и там уже продавливают. Ничего не получается. Более того, несмотря на все трудности, сложности и погодные условия, вооруженные силы Украины все равно медленно, но уверенно продвигаются вперед. Сейчас опять же в силу погодных условий, в силу того, что очень близко зима, очень близко холода и продвижение, контрнаступление, освобождение украинских территорий, оно усложняется. Но тут касательно обеспечения. Что вам известно, достаточно ли обеспечены вооруженные силы Украины на луганском направлении, пока что о нем поговорим, чтобы и оборонять, и вести постепенно контрнаступательные действия в плане обороны? Ну, тут можно всегда, знаете, нет предела совершенству, поэтому хотелось бы, конечно, намного больше всего, но вот я буквально вчера вернулся с передовой, разговаривал и с бойцами тоже, спрашивал, что им нужно. Соответственно, все то, что в наших силах, мы сразу реагируем быстро, и могу даже вот так сказать, если коротко, не называя там определенных вещей, но все, что касается, допустим, транспорта коптеров, да, ну, если так, в общем, ну, в течение там трех-четырех дней, максимум недели, мы, в принципе, стараемся ребят обеспечить. Все остальное у них есть. Ну, вот разговаривал, я не знаю, человек, наверное, 20 было ребят, и вот спрашивал просто в лобовую, чем мы можем вам помочь, чего вам не хватает. В принципе, всего достаточно, все есть, а то, что нужно постоянно, ну, вот автомобили, коптеры, ну, это расходники, это долго не живет на фронте, поэтому в этом нуждаются постоянно, и мы постоянно всех ребят этим снабжаем. Скажу так, мотивация у них хорошая, все настроены двигаться вперед, потому что все четко понимают, что сидеть в окопах под обстрелами, ну, и, в принципе, погибать статистически, или все-таки продвигаться вперед, то однозначно мотивировано двигаться вперед. Еще вопрос у меня по Луганской области, и далее перейдем уже непосредственно к Донецкой. Смотрите, по Луганской области, ваш родной Северодонецк, как сейчас происходит жизнь в оккупации, временной оккупации, что говорят местные? Почему это очень важно? Потому что нужно озвучивать и еще больше показывать и говорить людям о том, как на самом деле выглядит русский мир. Расскажите вот сейчас о Северодонецке, просто о нем, потому что за этот город велись очень долго бои. Как там сейчас жизнь проходит в оккупации? Ну, понятное дело, что ни в какое сравнение с жизнью до 24 февраля вообще. Тут даже нельзя никак сравнивать, ну, я не знаю, небо и земля. Катастрофическая ситуация в городе. Порядка 70% зданий, я говорю сейчас зданий в целом, это и школы, и садики, и больницы, и жилые дома, они разрушены. Более там 80% до 90% обстреляно в целом дому. Далеко не во всех домах есть электричество, далеко не во всех домах есть газ, тепло. Восстановить это невозможно. Все обещания коллаборантов, оккупантов, это все воздух, потому что обещали за пару-тройку недель все восстановить, потом это переросло в несколько месяцев. На сегодняшний день, ну, в принципе, уже потихоньку даже работы сворачиваются, и вот все врачи или какие-то ремонтные бригады, которые приезжали из России выполнять какие-то работы, они все свернулись, и они все выехали за пределы Луганской области, свернулись обратно к себе в Россию. Это уже принцип, по большому счету, говорит о том, что, ну, наверное, где-то они уже подсознательно готовятся к эвакуации, удирать из города. Все квартиры, которые пустые, с помощью каких-то нерадивых очень сильно соседей или просто прозванивая, значит, их открывают, заходят, туда размещают непонятно кого или же военных, и в последнее время наблюдают местные такую ситуацию, что подгоняют грузовики, загружают их какими-то вещами и вывозят в направлении Луганска. Ну, пока нельзя утверждать на 100%, но, скорее всего, что вывозят личные вещи из тех пустующих квартир, которые они подкрывают. Ну и плавно переходя уже на донецкое направление. Донбасс России уже не нужен, ее главная цель находится в Запорожской области. Это слова руководителя офиса президента, советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подалека. Он сказал, что оккупанты не смогут долго контролировать захваченную Донецкую и Луганскую области и поэтому переключатся на удержание стратегического объекта. Услышим, о чем идет речь и продолжим. Все, что я вижу сегодня по развитию войны, России безразличны Донецкой и Луганской области. Они им не нужны, они готовы отдать их. Они хотят только забрать маленький клочок под названием Часть Запорожской области, где находится город Энергодар, для того, чтобы украсть у нас Запорожскую атомную электростанцию. Это единственное их желание, которое на сегодняшний день осталось. Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Украины, в интервью 24-му каналу. Так вот, а ваше видение, стратегическое, какое? Я правильно понимаю, что накапливаются силы на запорожском направлении, а по факту Донецк и Луганское направления им нужно чисто, возможно, чтобы потратить силы вооруженных сил Украины. Как вы считаете здесь? Ну, я не буду говорить о приоритетах российской армии. Это там кремлевскому режиму виднее или военным офицерам. Но могу сказать, что без боя никто уходить ни с Донецка, ни с Луганской области не собирается. Более того, подвозятся постоянно резервы. Только на направлении, вот у соседей, на направлении Бахмута, за последнее время привезли там более двух тысяч зэков. Они постоянно подвозят технику. Это совершенно не какая-то там, я хочу, чтобы все понимали, вообще нелегкая прогулка вооруженных сил Украины. Каждый населенный пункт дается очень тяжело. Понятно, что, допустим, в Луганской области, ну, нет у них каких-то стратегических объектов, таких как теплоэнергетическая какая-то там станция, теплостанция, атомная электростанция. Такого ничего у нас нет. К счастью или к сожалению. Поэтому, в принципе, ну, принципиальных каких-то таких вот объектов, критической инфраструктуры, которые могут интересовать в целом кремлевский режим, их действительно, таких объектов нет. Но и уходить просто так они не будут. Более того, если в Харькове, благодаря хорошей, спланированной и реализованной военной спецоперации, было проведено блестящее контрнаступление, достаточно неожиданное для российской армии, и оно увенчалось успехом, то сейчас фактор неожиданности уже отсутствует. Времени было достаточно для того, чтобы подготовиться. Поэтому я уверен, что большое количество мобилизированных будет брошено в Луганской области для того, чтобы, ну, вымотать, остановить, попытаться разбить каким-то образом вооруженные силы Украины на нашем направлении. Потому что они прекрасно понимают, что, в принципе, никогда им люди не нужны были, нужна была только территория. Но каждый населенный пункт – это очень серьезная демотивация в целом российских вуз. Я вам скажу, что после взятия Сватова, Кременной и Старобельска будут бежать они вот из Северодонецка и Лисичанска точно так же, как и из Подхарьков. Еще один очень важный момент. Мы с вами, кстати, в эфирах, еще когда велись активные боевые действия и на окраине города Северодонецка, потом в самом Северодонецке, в центре, мы с вами говорили очень такую важную вещь, что Российская Федерация на фоне глобальных просто неудач по захвату Киева за три дня, по захвату Харькова вообще за час и так далее. В принципе, шли ожесточенные бои за маленькие города. И сейчас то же самое говорят и про город Бахмут и Солидар. По факту, вот я общался с военными экспертами, они говорят, стратегической цели в Бахмуте и в Солидаре нет. Это больше как показать хоть какое-то завоевание, хоть что-то. Вы как это считаете? Что говорят военные, с которыми вы общаетесь по данным направлениям? Есть ли какая-то стратегическая важность у Бахмута и Солидара? Либо это все огромная глобальная цель, чтобы продолжить те еще с 2014 года планы Кремля по гарантированному сухопутному коридору из Крыма в Донецк? Ну, тут, наверное, два в одном. Однозначно, им нужна хоть какая-то победа, которую можно раздуть потом по всей территории РФ в плане того, что вот какие они молодцы и все-таки они вот еще не начинали, но уже берут целые города. Что-то в таком плане. Потому что демотивационная составляющая в российской армии на сегодняшний день просто колоссально понято. Они реально проигрывают, теряют населенный пункт за населенным пунктом. И, ну, поверьте, это вообще никак не мотивирует как бы для наступления. Более того, когда они отступают, ведь мотивация российского солдата – это грабить и убивать. И когда они заходили на территорию Луганской, Донецкой области, когда они заходили и оккупировали наши населенные пункты, то им было чем поживиться. Сейчас же уже о мордерстве как бы особо такой речи не может быть, потому что, ну, все уже разворовано, поэтому они уходят и отступают по выжженной земле. И тут нужно только воевать в чистом виде. Ну, а что касается Бахмута, ну, все равно, как бы там ни было, какой-то плацдарм там можно создать, это выход на трассы. И, в принципе, ну, нельзя сказать, что это там стратегического значения была бы у них бы победа, ну, какая-то там локальная, тактическая однозначно была бы. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Тысячи, еще раз, тысячи мобилизированных, брошенных на Бахмут. На сегодняшний день, ну, успеха у них нет. Город не под их контролем. Это то же самое, как они рассказывали про Севердонец. Кадыровцы рассказывали, там, зайдя в одну только гостиницу на окраине города Севердонецка, они уже отчитали, что они город взяли. А потом они там сотнями просто погибали в этом Севердонецке, который вроде бы как под их контроль. Поэтому, ну, наверное, если поставить на чашу весов и мотивационную составляющую, и стратегическую, то они где-то будут на одном уровне. Потому что везде, какое бы направление мы ни взяли, что Харьковская, что Донецкая, Луганская, Запорожская или Херсонская, везде у них провалы, везде у них поражения. Ну, хоть чем-то же надо подпитывать вот эту пропаганду, которая постоянно из телевизора у них несется круглосуточно. Мы видим сводку от Генерального штаба ежедневную, когда уже не плюс там 200-300 российских оккупантов ежедневно, давайте говорить прямо, уничтожаются в силу того, что они не прошенные гости на территории Украины. Но сейчас уже эта цифра до тысячи ежедневно доходит. Вот, в принципе, я еще хочу одно мнение, чтобы мы с вами послушали. Это мнение господина Сергея Череватова. Он сказал тоже, что стремление Российской Федерации захвата Бахмута и Солидара, это больше как просто для публичности, чтобы хоть как-то оправдать действия мобилизации и всех указов, которые давал Владимир Путин и военное руководство России. Давайте коротко послушаем и вернемся к обсуждению. Военно-политическое руководство врага поставило такую задачу, поскольку общий и стратегический замысел у них не удался захватить Киев, большую часть Украины. Теперь у них геополитика на минимал, то есть показать своему народу, что мы освободили ЛНР и ДНР. Даже на Валдае Путин говорил, что главная задача этой спецоперации освободить Донбасс. Российские оккупанты уже определяли несколько дат для освобождения, но не выполняли их. Поэтому Россия бросает на бахмутское направление все силы, чтобы добиться хоть каких-либо успехов. Сергей Череватый, спикер восточной группировки ВСУ в эфире телемарафона. Ну и тут также стоит отметить, а вообще нужен ли России Донбасс, разрушенный ею, уничтоженный ею, ну, в принципе, просто жизнь убита, дома просто с лица земли стерты. Я видел ужасные кадры сел маленьких городков, которые просто, вот как после какого-то апокалипсиса. Нужен ли России такой Донбасс? Или тут цель просто навредить, максимально навредить? Нет, ну, однозначно, нужны только территории. Про людей никто не думает. Давайте мы просто вспомним, что у нас есть живой пример. Это оккупированная часть Донецка и Луганской области с 2014 года. Люди, которые переходили у нас в станице Луганска через КПВВ и видели вот те изменения, которые происходили на Луганщине, то бишь это европейского качества, дороги, это стадионы, это школы отремонтированы, это сервисные зоны, где можно было не стоять в очередях часами, а в течение короткого времени получить до 186 услуг одновременно. Когда они видели вот эти остановки современные с фонарями, с солнечными панелями, с подзарядками на остановках для телефонов или каких-то других гаджетов, когда вот это они все видели, они же понимали, что что-то в их голове все-таки давало сбой. Потому что одно дело круглосуточно смотреть российскую пропаганду, другое дело переходить на территорию неоккупированной Луганской области и видеть, насколько в Украине все меняется, меняется к лучшему. И то, что у них происходило вот с 2014 года, там, ну это такой совсем заброшенный, забитый совок. Кстати, он начал возвращаться и на наши территории, когда они попали под оккупацию. Потому что если до 24 февраля любой житель Луганской области, которая не была оккупирована, мог в течение кратчайшего времени получить определенные там юридические услуги, какие-то изготовить документы, наша эта ДИЯ замечательная, воспользоваться вот электронным вариантом, то есть все что угодно, то когда пришли оккупанты, они уже сразу сказали, не-не-не, мы вот здесь на местах, в громадах, мы ничего оформлять не будем, мы не понимаем, что это за электронные ваши вот эти гаджеты, езжайте все в Луганск, там берете, записывайтесь в журнал, в журнале ставите там какие-то отметки, и потом стоите в очередях, ходите по кабинетам, и как бы получаете какие-то там свои справки. То есть это такой совершенно назад в прошлое, именно в совковое прошлое. Что касается, вот давайте, мы даже проговорили по поводу цифр, количество погибших на сегодняшний день, которые мы видим ежедневно со сводок генерального штата. Мы об этом говорили с начала мобилизации. Невозможно подготовить гражданского к каким-то боевым действиям, тем более в таком формате, в котором они происходят у нас. Вот они набрали там больше 300 тысяч, там полмиллионочек, ну неважно, но это все же действительно пушечное мясо. Эти люди, единственное, что они смогут сделать, это увеличить статистику погибших российских солдат на этой войне. Вот что мы, собственно говоря, каждый божий день и видим. А территории, ну смотрите, если бы им нужны были территории, ну они бы их развивали. Ну ничего же не происходит вообще. Шахты закрываются, заводы режутся и просто на металлолом вывозятся. Ничего не восстановлено. Единственное, чем они могут похвастаться, то это фразами, такими вот, как, например, как Гауляйтер Луганской области заявил, что, допустим, Попасную восстанавливать уже нет смысла. Ну извините, так они ее разбили полностью, стерли с лица земли. Теперь Попасную восстанавливать, оказывается, нет смысла. Так им нет смысла вообще ничего восстанавливать. Это история не про людей. Русский мир, это только, в принципе, обслуживание интересов, вот только кремлевского режима, какого-то вот этого кооператива озера, и все, и больше ничего. И еще один важный момент, это, конечно же, люди, потому что вы сами сказали, что для Российской Федерации самое важное это территории, для Украины, о чем и вы говорили в наших эфирах, о чем говорил президент Зеленский, постоянно акцентируя, что для Украины самое важное это люди. А как люди сейчас, могут ли они в оккупации сопротивляться, либо люди просто в оккупации и просто сидят и ждут, когда вооруженные силы их освободят. Я вам сейчас задаю вопрос не как к главе военно-гражданской администрации Луганской области, а как к жителю этих регионов, как к человеку, который знает этих людей. Чего ждут там люди? Смотрите, конечно, люди разные все-таки. Нельзя сказать, что такая критическая масса это пророссийские, как вот раньше нарратила, такие были по Луганской области. Очень много людей, особенно те, которые нормально жили до 24 февраля, а потом вот пришли оккупанты и всю их жизнь у них просто забрали. Конечно, они ждут возвращения всех этих территорий оккупированных обратно под контроль украинских. Не получается местным жителям и не выйдет активно сопротивляться в том плане, что, допустим, организовывать какие-то митинги. Это все закончится расстрелами. Людей так куда-то увозят в непонятном направлении. Начинается такое, знаете, коллаборанты бегают, показывают там проукраинских каких-то жителей или родственников бойцов, которые воюют сейчас там в составе пограничников или нацгвардии, или вооруженных сил Украины. У нас в самом начале, начиная с 24 февраля, в некоторых громадах, которые попали в оккупацию, выходили люди на мирные митинги, они протестовали, но после того, как по ним начали стрелять и у нас несколько человек было ранено, все просто поняли, что тут это все закончится тем, что людей просто начнут расстреливать. Поэтому активных каких-то протестов мы, конечно, не увидим. Но могу сказать, что люди все равно помогают, находят возможность связываться с помощью интернета и подсказывают, где расположение вражеских войск, где у них стоит техника, где у них находятся боекомплекты, как они передвигаются, что говорят. То бишь, в принципе, достаточно большое количество населения хотят помочь и помогают по мере своей возможности. Но винить людей в том, что они среди вот этих нелюдей не выходят на мирные митинги, ну, наверное, все-таки нельзя. Потому что это закончится очень быстро расстрелом большого количества мирных жителей. И КПД от этого будет минимально. Мы только потеряем людей. Ну что ж, Сергей Владимирович, вам огромное спасибо. Сила вам в вашей работе. Она очень важная. И спасибо, что присоединяетесь к нашим эфирам, информируя наших зрителей, в том числе и на временно оккупированных территориях, о том, что Украина делает для того, чтобы как можно скорее а. вернуть людей, б. вернуть территории. Спасибо вам большое. Я напомню, Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, был на прямой связи с нашей студией. Субтитры создавал DimaTorzok